Здравствуйте! Это «Квартирный вопрос» и я, Виктория Панина. Сегодня нам предстоит большая перепланировка. Задействуем кухню, гостиную и прихожую. А еще в интерьере будет столько запоминающихся элементов, что мы до сих пор не выбрали, какой предмет-загадку показать героям. Может, папаху? Это намек на центральный источник света в интерьере. Или пластиковую бутылку. Она имеет прямое отношение к декору, который мы хотим использовать. Есть еще один вариант – шахматы. Такого применения черной-белой клетки, как в этом проекте, я не припомню. В общем, через пару минут решу, чем заинтриговать героев. А пока идем с ними знакомиться. Доктор у нас, да? Врач. Пусть зубки укульчик сюда тяк, чтоб не болел зубик. Пластиковые челюсти Арсену и Назе Хидишеле интересны не меньше обычных кукол и машинок. Папа, стоматолог-ортопед, приучает детей заботиться о зубах и не бояться врачей. Чистим, чистим. Станислав исправляет улыбки взрослых. Но коллеги зовут на помощь, когда нужно успокоить маленького пациента. Не бойся, ничего страшного в этом нет. Тетя просто посмотрит. Ну, как обычно, детей выговариваешь. Ай-м-м-м. Не отходя от стоматологического кресла, Станислав и влюбился. Когда на прием пришла сестра и между делом показала фотографию Тамары. Все закрутилось, завертелось. Чувствовалась родная душа. Спустя месяц сделал предложение, еще через два сыграли скромную свадьбу. Союз сложился так стремительно, еще и потому, что выросли наши герои в соседних городах. Тамара в Кисловодске, Станислав в Нальчике. Их детство и юность прошли под сенью Эльбруса. У нас до сих пор такой иногда спор. Я говорю, из Кисловодска прямой вид на Эльбрус. Его видно, эту красоту. Я говорю, а из Нальчика не видно. Хотя, на самом деле, Эльбрус на территории Кабардино-Балкарии находится. Он наш. Нос. Нос что? Тамара – кандидат в мастера спорта по шахматам. Побеждала в международных соревнованиях. Ну что, папа, сыграем под коню, да? Вводим слона и рокировочку. Она получила диплом юриста, но в декрете вернулась к ярким гамбитам и красивым эншпилям. Теперь дистанционно преподает любимую игру детям по всей стране. А это наш с тобой король. Мы должны его защищать, оберегать. В шахматы очень интересно играть. Мыслишь на 5-6-7 ходов вперед, анализируешь. Это в целом по жизни теперь помогает мне рассчитывать свои действия, принимать решения. Станислав предпочитает бокс. Часто берет с собой на тренировки детей. Водит на стадион. За развитие слуха и голоса отвечает мама Тамары, Халиана Шалвовна. Во внуках души не чает. Часто заходит помочь с малышами. Принимают и угощают дорогих гостей в маленькой гостиной. Готовит Тамара много и вкусно. Даже прошла курсы кондитеров. Но на крошечной неудобной кухне этот ее талант не может развернуться в полной мере. Вы часто печете дома? Очень часто. Готовите, понятно? За новогодний выходной мы три торта испекли и съели. Вы невероятная женщина. Хочешь, чтобы я стал толстой и некрасивой. Ой, как красиво, какая розочка. Будем как-то сверху украшать? Посыпочки, присыпочки. Все можно организовать. Я сейчас их принесу. А где они у вас хранятся? В спальне у меня за дверцей небольшой пенал. И там все я храню. И каждый раз вы туда-обратно бегаете? Да, бегом-бегом. Но сейчас бегать не будем. Давайте так съедим. Мне кажется, они очень вкусные. Вот у нас стол. Можно его раскрыть. И чашечки поставим. Здесь мы можем перекусить. Хочу вас попросить что-то достать из холодильника сейчас. Так морозилку. Если что-то высоко. Капкейки бережем, бережем. И вот так что-то можно достать. А морозилку вообще вариантов нет открыть. Я не понимаю, как с такой маленькой кухней вы умудряетесь готовить на всю семью печь, делать торты, капкейки, еще делать их на заказ. Оно уникальное тоже. Давайте разбираться дальше. Мы здесь разместили стиральную машину. И пришлось нам часть шкафчиков перенести на эту сторону. И, соответственно, размеры всей столешницы все перестало подходить. А чего бы вообще хотелось увидеть в этой кухне? Мойку окна, рабочую поверхность, чтобы я мыла посуду и смотрела на прекрасный вид из нашего окошка. У нас есть глобальная идея объединить кухню с обеденной зоной. Но для этого необходимо ломать эту стену. К сожалению, для нас это сложно. Ну давайте про обеденную зону поговорим уже в той комнате. Хорошо. У нас два в одном. И гостиная, и столовая здесь. Мы открываем вот этот столик. Стол наш чудесный. Это у вас каждый раз такие, да, манипуляции? Да. Там готовите. Газать на обед на ужин. Тут раскладываете. И сейчас стулья приносим. И бегаете туда-сюда. Принести, поставить. Что-то забыл, подскочил опять на кухню. Вот такой чудесный стол. Вот так он раскладывается, и вот так он складывается. И так каждый раз. Станислав. У нас нет другого пространства, чтобы гостей размещать, встречать. Поэтому нам этот стол тоже как столовая зона нужен. Ух, задачка со звездочкой. А что касается цвета и стиля? Что вам ближе? Ну, мне ближе больше спокойные тона какие-то. Не яркие, не бруские. Что-то хотелось бы классическое. Классика всегда в моде. Классика всегда в моде, да. Мне кажется, самый частый гость в вашей квартире – это мама. Полиана Шавловна, идите скорее к нам, хочется услышать ваше мнение. Вы без нее нам никак. Я вам всем доверяю, благословляю эту передачу. А я буду радоваться, что моим детям нравится и мне нравится. Кза фидобиса. Тин. Чтоб все было хорошо и добрый путь. Ура! Добавлю я колорита будущей переделки. Закрывайте глаза. Открывайте. О-о-о! Вот это сильно. Вот это сильно. А мне пойдет? Интересно. Ой, грузину, чтобы не попахить. Как на вас. Вот это да. Пошли же. Мне кажется, это ковер будет какой-то пушистый. А я думаю, что грузинский стиль. Не напугал вас этот предмет? Нет, абсолютно. Мы снимали это почти с детства. Будет очень даже интересно сочетание классического стиля и какого-то национального колорита. Я с вами на этом прощаюсь. Вас провожаю. Спасибо. Спасибо. Девушки, наши герои ожидают, что мы сломаем одну стену, но не предполагать, что стен сломанных будет несколько. Мы сломаем стену в гостиную и возведем ее на этом месте, где мы сейчас стоим. То есть мы, получается, часть прихожей не заберем? Самой малой. А шкафчик вот этот вот, допустим, где хранится верхняя одежда, судя по всему? Шкафчик совсем небольшой. Там мало всего, если честно. А что будет с этой дверью? Она же ведет и на кухню, и в санузел. Проем останется, но будет у нас другая дверь скрытого монтажа, и мы будем выкрашивать ее в цвет стен. То есть здесь у нас будет стена, шкаф мы убираем, и, соответственно, гостиная у нас плюс 2 квадратных метра, наверное. Мы сможем организовать две зоны, столовую и гостиную. Здесь у нас будет диван большой, раскладной, очень удобный для того, чтобы можно было принимать гостей, и чтобы мама могла всегда остаться. Над диваном мы повесим ковер. Ковер на стене? Это будет гобелен, но он будет относить нас к теплым воспоминаниям о детстве, и кажется, что это будет очень здорово и уютно. А над большим обеденным столом мы повесим забавный светильник. Он как раз будет напоминать папаху, который мы и показывали героям в качестве загадки. И их она, кстати, не спугнула. Стол мы поставим прямо напротив окна и организуем проем в кухню. Но пока придется воспользоваться старым путем. Пойдемте там определить. Проем в помещение мы закладываем. Здесь будет стена, и мы сможем вдоль нее разместить холодильник, колонку с техникой, и далее будет рабочая поверхность. Мы хотим максимально вытянуть фасады кухни. Это позволит увеличить зону хранения для того, чтобы Тамара могла все свои принадлежности для выпечки туда перенести. Плюс пространство мы можем вытянуть с помощью фартука. А каким он будет? Фартук будет медным, он будет отражать свет и добавлять глубины этому помещению. На первой встрече Тамара сказала, что она любит мыть посуду и посудомоечную машину использовать не хочет. Мне кажется, вымирающий вид женщины. Именно. Поэтому мойку мы сделаем для Тамары сюрпризом, чтобы ей было приятно. Это будет реверанс в сторону ее увлечения. И разыграем шахматную партию. Звучит классно, мне уже не терпится начать. Погнали? Да. Смотрите далее в «Квартирном вопросе». Это же я! Проем в несущей стене. Все этапы подробно. И интересный прием внутри проема. Свяжи себе сам. Короткий урок по вязанию абажура. И потом еще разочек через две петельки. Клад внесен. А также неочевидные приемы в обустройстве кухни. Ничего себе! Стол с секретным шкафом. И облака под ногами. Кухня будет вдохновлять. Квартирный вопрос берется преобразить девятиметровую гостиную и кухню, в которой и шести метров нет. От старой отделки избавились. Сейчас добавим гостиной площади за счет части прихожей. Простенки не несущие, можно смело сносить. А стена между кухней и гостиной как раз несущая. Чтобы сделать в ней проем, наши герои получали официальное разрешение. Действуем строго по технологии. Временные страховочные стойки поддерживают плиту перекрытия, чтобы не пошли трещины. Следующий этап – укрепление. Используем металлический швеллер. Элементы рамы встают на опорные пятки. Теперь понадобится уголок и сварочный аппарат. Дополнительно крепим конструкцию с помощью арматурных стержней. Также раму обработали специальным составом от коррозии. Стены тщательно грунтуем для лучшего сцепления со штукатуркой. Состав образует пленку на поверхности и быстро сохнет. Маяки установили. Замешиваем гипсовую штукатурку к науфродбенд. Раствор даже толстым слоем ложится идеально и трещинами не пойдет. Кроме того, будет вбирать излишки влаги во влажный период, а в сухой отдавать. Дышать здесь станет легко. Архитектуру помещения скорректируем с помощью каркасов из металлических профилей толщиной 0,6 мм. Для двери пенала устанавливаем жесткую конструкцию из профилированной стали с дополнительными ребрами жесткости. Обшивкой послужит влагостойкий гипсокартон «Сапфир». Особо прочные листы при раскройке не крошатся и не ломаются. Закрепляем саморезами по технологии в два слоя. Аналогичную конструкцию ставим в проем гостиной. Усиленные вертикальные стойки исключают деформацию при монтаже. Обшиваем все теми же сиреневыми листами. Потолок слегка опустим, чтобы устроить свет. Уплотнительная лента на спинках направляющих создаст дополнительную шумоизоляцию. С помощью соединителей крабов и прямых подвесов собираем каркас из основных и несущих профилей. Разделительной лентой создаем скользящее примыкание. Шанса трещинам не оставим. Для обшивки снова берем проверенный материал – плотный и прочный сапфир. А сейчас необходимо поменять электропроводку. Вырезаем аккуратные канавки и закладываем кабель с хорошей изоляцией. Перегревы ему не страшны. Штробы аккуратно заделываем. Перед финишной отделкой поверхности тщательно грунтуем. Стыки заделываем универсальной шпаклевкой на основе гипса и армируем бумажной лентой. Старое остекление меняем. Новая система с надежным многокамерным профилем и энергосберегающими стеклопакетами. Рамы со стороны фасада белые, а со стороны интерьера – в насыщенном графитовом цвете. Про безопасность не забываем. Маленький ребенок такое окно открыть не сможет. Есть защитный механизм. Углы скругляем с помощью штукатурки и радиусного шаблона. Поверхности шпаклюем готовой пастой профи. Она легко разравнивается и заполняет мельчайшие неровности. Девушки, мы изменили планировку этого пространства и немного изменили его логику. Мы увеличили гостиную за счет прихожей. Она была очень большой и нефункциональной. Убрали шкаф. Я помню этот шкаф. Мы проверяли, что там находится. Оказалось, что шкаф огромный и большой, а вещей мало в нем. Мы нашим героям предложили бы использовать вот эту прихожую наиболее оптимально. И, например, на эту стену разместить зеркало и пуф, банкетку. А здесь разместить вешалки для верхней одежды. Проем в кухню мы заложили, чтобы разместить побольше техники. Теперь коридор, который вел у нас в кухню через санузлы и ванны, он изолированный и будет закрываться дверью-перегородкой. Мы сделали пространство шире, функциональнее, и появилась удобная логистика. Теперь доступ к столовой стал намного удобнее. И мы уменьшаем вот эти бесполезные коридоры. Ну, а Тамаре мы сильно облегчили жизнь, потому что раньше, чтобы попасть на кухню, донести какое-то блюдо на стол, ей приходилось выходить вот из этой вот непонятной комнаты, бежать по коридору через длинный-длинный коридор на кухне, потом опять возвращаться с чем-то тяжелым в комнату. Теперь путь короче и гораздо удобнее. Да, это так, пространство стало более логичным. Наши герои – поклонники классического стиля, поэтому в интерьер мы добавим несколько соответствующих деталей. Вертикаль стен вытянем молдингами, по периметру под потолком закрепим карниз, а зонирование в гостиной подчеркнем потолочной розеткой. Все элементы из прочного полиуретана. В палитру дизайнеры подобрали максимально естественную, природную. Для кухни – нежный небесно-голубой цвет. Для гостиной – оттенок оливы. Краска экологичная и износостойкая, продержится долго. Часть стены выделили более темным цветом. Чтобы готовить было приятно в любое время года, установим систему теплого пола. Раскатываем тонкий нагревательный мат. Наносим эластичный плиточный клей, разглаживаем зубчатой гладилкой и укладываем керамогранит с рисунком подоникс. Нежный голубой вторит стенам. Кажется, что под ногами горные вершины, окутанные облаками. Пол в гостиной уже прогрунтовали. На него ляжет инженерная доска из коллекции «Кубанский дуб». Половицы соединяются при помощи системы «Шип-паз». Снизу прочная фанера, сверху – слой натурального дерева под защитным акриловым лаком. Дверные полотна крепим к верхним направляющим внутри пенала. Все отверстия заранее выполнены на производстве. Монтаж много времени не занимает. Утопленная ручка акцентная в черном свете. Бесшумное и плавное скольжение обеспечит ролики на сферических подшипниках из прочного металла. Такая система со временем не изнашивается. Кухню отделит стеклянная перегородка. Монтируем цельнолитой направляющий профиль. Створка не провиснет, будет легко скользить благодаря литым кареткам с мощными роликами. Конструкция не потребует ни дополнительного обслуживания, ни регулировки. И в целом выразительный ансамбль получился. Бронзовое стекло-триплекс и обвязка из черного алюминиевого профиля. Двери наоборот, максимально растворяем в пространстве. Полотна предварительно загрунтовали на фабрике. Осталось только выкрасить их в цвет стен. И кондиционер уведем на второй план. Тоже с помощью цвета. Ксения, вот так просто и легко мы отделили коридоры дверьми-пеналами. Да, двери очень легкие, легко задвигаются и будто бы растворяются в пространстве. А что самое важное для нас было, мы экономим место. Да, пространство маленькое, мы уменьшили коридор. И открывать дверь нам просто было некуда. В целом мы хотели ощущение природы, сюда добавить натуральные оттенки, размытые цвета, пастельные. И мы скруглили углы, чтобы также визуально помещение сделать более уютным и создать впечатление о шкатулке. Ну это такой обнимающий, обволакивающий интерьер. Да, это так. Продолжая тему о скругленных углах, я хочу обратить внимание на эту лепнину, которая появилась на потолке. Да, мы использовали розетку. Это помогает нам зонировать пространство и выделить основное место, где будет стоять обеденный стол. А зачем выделение цветовой вот на этой стене? Здесь мы повесим картину. Этим цветом мы как раз выделяем место для искусства. Также мы выделили вертикальную стену, зону с телевизором. Пол у нас трехслойный. Это дуб. Выглядит очень здорово и играет с нашими стенами. Выглядит, конечно, красиво, но вопрос в том, как это все будет жить, когда вернутся наши герои. У них двое детей. Это гостиная, в которой будут шумные застолья. Будет проливаться чай, кофе, вино. Ох, инженерная доска очень устойчива и покрыта безопасным акриловым лаком в целых 12 слоев. Здесь не будет хорошо. Ксения, у нас все такое легкое, воздушное. И вот первый темный акцент. Да, окна мы заменили. Они стали темного графитового цвета. Открываются они довольно непросто, я скажу. Да, здесь поставили защиту для детей. И чтобы их открыть, нужно применить смекалку. И еще один графичный акцент – это перегородка, которая отделяет кухню от гостиной. Да, перегородка черного цвета с стеклом. Стекло еще немного тонированное. И оно чуть-чуть отсекает пространство кухни. То есть мы видим все немножко в приглушенных тонах. Ручка никакая дополнительная здесь на перегородке не нужна, потому что довольно толстый профиль. И этот же профиль является ручкой. Нижних направляющих нет. Дверь, тем не менее, очень плавно закрывается и открывается. Но в то же время ничего не мешает пройти на кухню. Это перегородка прекрасная, нам очень нравится. Мы нашли ее на фабрике «Софья». Также Софья изготовила для нас пеналы. И всего за 10 дней. Что очень важно, потому что в переделке мы постоянно торопимся, чтобы успеть, чтобы скорее встретиться с героями. Поэтому это отличный вариант. Несмотря на то, что стекло тонировано, оно не может скрыть этот очень красивый пол. На полу керамогранит под оникс. Он небесно-голубого цвета. И интересный прием внутри проема. Здесь нарезали плитку на мелкие кусочки. Тем самым мы завершаем проем логично. Ощущение, что это какое-то небо появилось. Еще больше воздуха вот в таком маленьком ограниченном пространстве. Да, кухня будет вдохновлять. Вдохновляющую на кулинарные шедевры кухню организуем по трем стенам. Мест хранения теперь будет предостаточно. В распоряжении нашей героини Тамары выдвижные ящики и полочки за фасадами с тонкими филенками. За мягкое открывание отвечают немецкие петли и турецкие выдвижные механизмы. Часть шкафов с системой Push-to-Open. Выразительные медные ручки перекликаются с прожилками на полу. Столишница из гладкого непористого акрилового камня, так же, как и мойка. Свойства материала позволяют собирать изделия из нескольких частей, так что места стыков незаметны. За этим шахматным полем несложно ухаживать, а при желании можно и сыграть партию другую. Эрзи, лошадью хотите, лошадью? Так он говорит. Нам срочно нужна наша героиня Тамара, которая научит нас играть. Тогда так поставлю, потому что Г. Сейчас вспомню, как и Г. По-моему, Г-образный был. Это 100%. Тамара – это единственная известная мне женщина, которая отказалась от посудомоечной машинки. Сказала, не нужна она мне, я очень люблю мыть посуду, это мой способ медитации. Мы были удивлены, так же, как и вы, и решили сделать ей небольшой подарок. Сделали мойку в виде шахматной доски. Рабочая поверхность не просто большая, она очень большая. Это акриловый камень Грандекс. Но я хочу обратить внимание тех, кто тоже мечтает об акриловой мойке. Будьте осторожны, если собираетесь выливать кипяток в эту мойку. Сначала включите холодную воду, и недопустимо использование абразивных чистящих средств. А если вдруг появились какие-то трещинки, их можно с легкостью заполировать. Все именно так. Это очень удобный материал, очень практичный, и всегда это можно исправить. У нас очень много ящиков для хранения. Всевозможные полки, ящики. Мы задействовали здесь буквально каждый миллиметр. У нас есть вот такие волшебные уголки, где можно сложить тарелки. Внизу кастрюли и таких волшебных уголков. У нас два. Да. Вот еще и здесь. Оп. Места предостаточно. Две бутылочницы здесь. У Тамары, я думаю, что очень много разных баночек, масел, приправ. И поэтому... Есть где это хранить. Безусловно. Кухня у нас от компании Миксен. Это плита НДФ. Она не стандартной толщины 18 миллиметров, а 22. Здесь 8 слоев краски и окрашены фасады с двух сторон. Кухня получилась добротная, очень красивая. С помощью филенок мы цитируем классику и объединяем таким образом два пространства. И гостиную, и кухню. Квартирный вопрос продолжает переделку для семьи Хидишели. Напомним, что у наших героев была крошечная кухня, меньше 6 метров, и 9-метровая гостиная-столовая. Мы их объединили, основательно укрепив новый проем. Немного сократили прихожую, и это добавило пространству новой кухни-гостиной еще больше полезной площади. Заменили окна. Скруглили углы, поставили практически незаметные двери-пеналы. Одна ведет в прихожую, вторая к санузлам. Кухню отделили стеклянной перегородкой. Здесь организовали много мест хранения и установили уникальную мойку для хозяйки дома-шахматистки. А сейчас тут идет примерка будущего фартука. Для него подобрали тонкий лист меди. Мне кажется, что сочетается медь в этом фартуке с прожилками на полу и с ручками, которые уже появились на кухне. Безусловно, мы это продумывали заранее, чтобы наш медный оттенок переходил в более мелкие детали и добавлял большего эффекта. Действительно очень теплый и уютный материал для кухни. Отсылает к старой медной утвари, в которой наши прабабушки варили варенье. Фартук крепим на клей для металла. Прокатываем валиком для лучшего прилегания. Пятна и другие несовершенства удалили тонкой наждачной бумагой. Сверху покрыли защитным лаком для цветных металлов. Компанию шахматной мойки составит лаконичный черный смеситель. Еще один графичный акцент – розетки и выключатели из серии «Гармония» с тонкими рамками. Займемся освещением. В рабочей зоне уже протянулась светодиодная лента. Под потолком кухни крепим лаконичный светильник. Браз с плафоном из белого матового стекла напоминает свернутый лист бумаги. Равномерным светом в гостиную зальют накладные потолочные споты. Направление можно регулировать. А где же обещанный светильник Папаха, спросит внимательный зритель. И мы сейчас спросим у наших дизайнеров. Ксения Маякина и Ирзиха Наданова как раз принесли что-то, обернутое интригующей шуршащей пленкой. Давайте посмотрим, что там. Вскрываем. Это какая-то картина, правильно? Это картина из пластика. Для нас ее сделала художница Марина Бейзил. Я просто боюсь ее перемещать, потому что она выглядит очень хрупкой. Как красиво. Материал для своих работ московская художница и предметный дизайнер Марина Бейзил собирает во время прогулок в парке. Потом пластиковые бутылки режутся на мелкие фрагменты, превращаются в кусочки мозаики, сверкающие под электрическим светом. Для нашего проекта Марина создала из них картину под названием «Не мусор». Основой служит глина, нанесенная на штукатурную сетку, сверху пластик, материал, который пока наша планета переварить не в состоянии. Так что у наших героев теперь будет в интерьере работа не просто красивая, но и заставляющая задуматься. Прекрасно. Так, это убираем пока. А я тем временем открою... Я так предполагаю, что это гобелет. Да. Его для нас сплела художница Ирэн Мусина. И он должен получиться совсем особенным. Давайте не будем до конца открывать. Ставим внутри. Да, 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 чтобы мы уже повесили, и потом зрители смогли оценить это. Гобелет определенно добавит уюта этому помещению. И здесь есть цвета, которые мы используем в интерьере. И здорово, что все это очень рукотворное. Да, все эти вещи теплые. Убираем. И светильник. Ого! Давайте мы его распакуем. Но я так понимаю, что это заготовка. Это не окончательный вариант светильника. Мы его заранее уже обвязали. Это очень похоже на предмет-загадку папаху, которую мы показывали героям, да, отсылка их малой родине. Да, это она и есть. Когда светильник будет завершен, папаха будет в нем считаться гораздо больше. Но на первом этапе абажур скорее будет походить на гигантскую вязаную шапку. Понадобится крючок, нитки и примерно 48 часов кропотливой работы. Все то же самое, что мы делаем в обычной вязке крючком, делается здесь. Просто цепляется за каркас. Ирзи вяжет столбиком. Самая простая техника. Овладеть ею легко. В интернете огромное количество видеокурсов. Наша Виктория научилась буквально за 5 минут. Через две петельки. И потом еще разочек через две петельки. Готово! Браво! Вклад внесен. В общем, я буду знать, что, когда я буду подходить уже к готовой люстре, я буду знать, что вот эту маленькую петельку сделала я. Браво! Мы вначале все свяжем до конца, а потом будем к нему цеплять специальные кисточки. Ксюша, подайте, пожалуйста. Да, кисти мы пустим по всему светильнику, и это создаст иллюзию вот этой вот махнатости. А, то есть, чтобы было понятно визуально, да, это все будет вот так вот свисать. Да. Правильно? Да. Крючок в руки и вяжем. Дизайнеры вяжут, а наша команда наполняет кухню техникой. Встроенный холодильник высокий и вместительный. Духовой шкаф с функцией гриль. Стиральная машина с защитой от протечек. Микроволновая печь имеет пять уровней мощности и защиту от детей. Варочная панель с электроподжигом снабжена системой автоматического отключения газа при затухании пламени. И здесь же, над варочной панелью, у нас прячется вытяжка. Она довольно мощная. Да, причем мы использовали интересную деталь, чтобы скрыть эту вытяжку. Доставили элемент фасада, и теперь все смотрится очень лаконично. А здесь у нас прячется стиральная машинка. У нее есть функция пар. Я эту функцию очень люблю. Удобно ее использовать и для отпаривания каких-то вещей деликатных. И наши герои могут воспользоваться ей для отпаривания игрушек. Так это в целом функция отличная. Ну, потому что пар убивает все вирусы, бактерии, а их в детских игрушках очень много. И у нас занял свое место духовой шкаф. Он очень удобный, большой, на сенсорном управлении. Здесь кнопки можно задвинуть для управления и вернуть их в исходное состояние, чтобы дети не могли повернуть и что-то испортить. Приготовить свое какое-то блюдо. Слишком поджаренное. Также мы спрятали микроволновую печь за дверцу. Предусмотрели для нее электрику. Здесь можно удобно разогреть пищу и закрыть, когда она не нужна. А в этом вертикальном шкафчике спрятался холодильник. Холодильник большой, вместительный. Здесь есть ящики для овощей. Для фруктов два отдельных. И большая морозильная камера. В общем-то, баре, я уверена, понравится. Вся техника у нас от компании Хайрона. Элегантная, черная. Графичную историю поддерживает и смеситель. Да, смеситель черный, высокий. Удобно будет мыть большое количество посуды или фрукты, овощи. Плюс он лаконичный и поддерживает нашу тему с шахматной мойкой. Ксения, удивительно, фарту, когда мы его примеряли, выглядело очень брутально. Но когда он встал сюда, занял свое место, добавив какого-то даже гламура. Да, мы его зачистили, покрыли лаком, и он стал выглядеть очень благородно. Он еще так красиво отражает цвет. Добавляет глубины этому пространству. Здесь появляются какие-то блики, отражения и очень интересный эффект. Высокий плинтус из гибкого полиуретана. Легко и плавно огибает скругленные углы. Выкрашиваем его в цвет стен. А вот и центральная люстра. Традиционная колоритная папаха трансформировалась в современный светильник ручной работы. С помощью текстиля привнесем дополнительную игру форм. Римские шторы, легкие и полупрозрачные, задают горизонтальный ритм. В гостиной к нему плюсуем вертикаль плотных портьер для объема и уюта. Обеденный стол из МДФ и гнутой фанеры облицован шпоном дуба. Подстолье с секретом. Стулья Вега в обивке из прочной износостойкой ткани. Стулья очень удобные. Мне кажется, вот эта эргономичная спинка, она как-то прям уже расслабляет. Не хочется вставать после этого. Хорошо, обнимает спину. Они выполнены из массива сибирской березы, покрыты маслом и имеют интересный эффект. Мы видим текстуру дерева среди этого покрытия, это очень красиво. Приехали эти стулья к нам из Екатеринбурга. Проделали большой путь и здорово, что в итоге добрались и украшают интерьер. Плюс их спинки сочетаются с графичным окном и в целом создают комплект. А почему круглый стол? Стол будет создан для того, чтобы собирать вокруг него гостей, семью. И круглый стол максимально работает на сближение членов семьи. Он экономит место для того, чтобы можно было со всех сторон к нему подсесть. А еще у нашего стола есть секрет. В изможке у нас расположен мини-бар, в котором можно спрятать все для застолья. Диван на вид компактный. Легкости его силуэту придают тонкие деревянные ножки. Но при этом он вместительный и с полноценным спальным местом. Для семейных киносеансов крепим на кронштейн телевизор. Главный помощник после всех больших застольей – электрошвабра Керхер FC7. Она одновременно подметает и моет пол. Это сэкономит время нашей героине. Работает от аккумулятора, поэтому очень маневренная. Легко проходит под мебель и огибает углы. Пол всегда моется только чистой водой, а грязная собирается в отдельный контейнер. Подходит для любых твердых напольных покрытий, включая паркет, ламинат, плитку и винил. На идеально чистый паркет стелим пушистый ковер с высоким ворсом. Я, признаться, честно переживала из-за того, что мы убрали часть площади от коридора, присоединили ее к гостиной. Но вот сейчас, когда все встало на свои места, появилась возможность поставить большой диван. Все сложилось, появился прям воздух в этом помещении. Вообще здесь прям хочется, знаете, затянуть вот эту грузинскую застольную. Южный климат для наших героев мы здесь, конечно, не создадим, но позаботимся о них и закажем увлажнитель воздуха. Я предлагаю сделать это на маркетплейсе «Озон». Здесь огромные выборы и приятные цены. Мне нравится вот этот. Отличная модель, очень лаконична. Еще и с антибактериальным фильтром. Отлично нам подходит. Самое главное – это удобная доставка. Можно в пункт выдачи оформить, их очень много. А может и курьер привезти прямо сюда. Курьер супер, это экономит время. Все, заказываем. У нас не просто гостиная, у нас даже спальня получается. Бабушка здесь будет оставаться ночевать. Мы сейчас разберем это спальное место, посмотрим, насколько оно большое. Да и вечером всей семьей здесь будет очень здорово развалиться и вместе посмотреть какой-нибудь фильм. Да, места для всех хватит. Там же еще есть ящик для хранения, куда можно положить одеяло, пледы, подушки и даже детские игрушки. Красивый цвет обивки, приятная ткань. Плюс еще у него прекрасная мягкая текстура, что придает больше уюта. Еще один текстильный элемент появился здесь – это ковер. Он, мне кажется, перекликается с лампой, которая висит над столовой группой. Да, ковер очень мягкий, уютный, детям будет здорово здесь играть. И тоже похож на папаху. Да, у нас весь интерьер очень такой наполнен текстилем, мягкий, и все здесь вместе дружит. Также мы предусмотрели несколько сценариев освещения и добавили брау дивана. Она очень тонкая, лаконичная, можно оставить только вечерние сценарии и, например, почитать книгу на диване. Главным украшением этой зоны станет гобелен из хлопка и джута. Ручная работа. Автор-художница из Санкт-Петербурга Ирэн Мусина. Картина из пластика занимает место у стола. Диван дополняем светлыми подушками. Высокий торшер для расслабленной атмосферы. Кофейный столик из металла компактный и устойчивый. А вот и курьер с заказом. Доставил нам его точно ко времени. В коробке прибор, очень важный для здорового климата в доме. Увлажнитель воздуха с антибактериальным фильтром. Модель лаконичная, цилиндрическая. Отчасти повторяет форму абажура, под которым мы его и пристроили. Обеденный стол декорируем вазами и композицией из тонких веточек. Кухонную зону красят предметы выразительные, но при этом утилитарные. Чайник электрический. Посуда с диагональным рельефом. Блюда работы художницы-керамистки Анны Ивановой Вуцине. Теперь здесь можно с удовольствием творить, раздвигать горизонты кулинарного мастерства, угощать родных, принимать гостей и просто отдыхать в кругу семьи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ксения, ну вот и все. Мы в финальной точке нашей переделки. Да, все наконец-то сложилось, появился декор, появилась вся мебель, и можно считать, что интерьер закончен. Самое главное, в этой комнате появился понятный и логичный функционал. Отдельная гостиная зона с комфортным диваном. И семья, наконец, смотрит телевизор, а не как раньше в дверь, когда у них диван стоял у окна. Здесь, наконец-то, занял свое место кобелье. В нем представлены все оттенки, которые мы использовали. Это стены кухни голубые и зеленые, цвет стен гостиной. Наконец, он все сдружил, и теперь все смотрится очень гармонично. В этой комнате удивительно, конечно, сочетается и что-то традиционное, потому что семья-то у нас, которая чтит традиции. Но в то же время у нас много современного, потому что герои-то у нас молодые, активные. Поэтому здесь у нас появился очень необычный арт-объект. Да, это очень необычная картина, которая сделана из пластиковых бутылок. И сразу, глядя на нее, можно даже и не понять, из чего она состоит. Это будто бы стекло, перья, совсем непонятно, что это бутылки. Этот арт-объект висит рядом с полноценной столовой. Она тоже, наконец-то, появилась у героя. Да, у нас возник большой стол, стулья. Теперь будет очень удобно, не нужно будет ничего продвигать. Ну и практически папаха. У нас возник светильник над обеденной зоной, который делает ее более уютной. И сам по себе он не прямая отсылка к папахе, а легкий намек. Вообще, очень тактильный интерьер у нас получился. Дерево, пластик, шерсть. Это еще не все. На кухню мы добавили медь. Кухня, мне кажется, тоже удалась. И такое отдельное королевство для нашей героини, для Тамары. На самом деле, кухня получилась очень удобная, П-образная. В семьях хлебосольная, любят застолье, любят вкусную еду. Поэтому такая большая рабочая поверхность, которую мы смогли добиться, будет только в помощь и радовать Тамару. Мне кажется, пора встречать наших героев, уже открыть им двери и узнать, что они думают о пределке. Давайте встретим. Смотрите завтра в «Дачном ответе». Фантасмагорическое преображение кухни-столовой. Это кокос. Кокос. Фактически, да, они дорожшие еще немного. Строители против дизайнеров. Победил, конечно, в итоге строитель. Также в программе. Сходим в гости в дом, где плитка царит безраздельно, а после отдохнем на сеновале и погуляем по дивному саду, который придумала ландшафтный дизайнер Татьяна Лазарева. Татьяна Лазарева Продолжение следует... Сегодня мы покорили вершину Эльбруса, наполнили кухню-гостиную большой грузинской семьи Хедишели воспоминаниями. Теперь здесь много горного воздуха, свежести, не хватает только вина, ароматного шашлыка, да и самих героев. Они уже на параде. Здравствуйте! Привет! Малышка какая-то красивая! Привет! Здравствуйте! Это же я! Нет, я должна показать, посмотрите! Это же я! А вы сама узнали? Конечно! Сразу понятно! Режиссер наш! Это с грузи передали вам подарки, друзья наши. Что скажете? Интересно. Совсем по-другому! Непривычно, совсем другая прихожая. У нас увеличилась комната, да? Я даже не узнаю, где у нас проход был в коридор. А где, в туалет? Туда. У нас, наверное, там огромная-огромная комната стала. Давайте я вас это заберу. Самое интересное, как вы там эти все проходы сделали между коридором, кухней, ванной. Прям удивительно. Прихожая стала меньше. Если там будет вау, то в прихожей ничего. Ну что, вы готовы сделать финальный шаг и открыть дверь? Да. Да. Вперед! Проходите. Прихожая с пустой. Ах, ну ничего себе! Слушай, это не наш квартир. Вау! Супер-супер! Ау! Вау! Дверь! Как она эта дверь! Вы просто вообще слов нет, реально. Это... Обалдеть просто! Вау! Таблику! Таблику! Спасибо! Как по небу! Обалдеть! Обалдеть! Это моя кухня! Моя кухня! Это бомба! Ай! Боже! Шахматная тема! Боже! Точно! Шахматы в раковине! Арсен, ты узнаешь нашу столовую? А здесь... Тану, ты видел здесь? А где там? Я здесь уже на своем месте нормально. Холодильник! Боже! Боже! Это вообще бомба! А вот сколько места у меня слов нет. Я с этой комнатой выходить не буду. Я тут буду готовить, заниматься шахматами. И печь. Буду печь, буду спать на диване. Весь день буду здесь проводить. Как хорошо, что мы к вам обратились. Реальность превзошла ожидания. Круглый стол. Я всегда говорю, круглый стол это самое лучшее, самое удобное, что может быть, чтобы уместиться всем. Станислав, у меня есть сюрприз для вас. Лично? Вот здесь. Это мужской уголок. Я думаю, вы понимаете о чем я. Тайная комната. Это тайная комната. Супер! Ай! Это наша папаха! Я, кстати, за нее хотел спросить того, как где... Вот, точно. Из шерсти. А это ручную работу. Дизайн. А вот здесь крючком связан. Цвета восхитительные. Очень спокойные. Это вообще-то что-то. Да, вы прямо... Это. Нас так... Обрадовались. Это с национальной тематикой. Чуть-чуть толарита, да? Да, это тоже реверанс. Горы, леса, снег. Снег. В сторону вашей традиции. Зелень, горы, деревья. Тоже ручная работа. У телевизора огромный. Здесь мы все сядем. После рабочего дня Станислав придет и будет смотреть этот прекрасный телевизор. Буду смотреть, как ты готовишь через эту прекрасную дверь. Это вообще-то очень хорошо, что дверь прозрачная. А вот этот фартук, он из чего сделан? Медный фартук. Медный фартук. Медный фартук. Обалдеть. Офигеть. Офигеть. А я еще сразу не понял. Думаю, это как ткань какая-то. Что-то интересное. У вас нет посудомоечной машины. Да, да. Спасибо. Она нам не нужна. Невероятная женщина. Меня не перестает это удивлять. Мы любим руками мыть. Быстренько помыл. Причем я когда мою, я успокаиваюсь. У меня вода. У вас такая роскошная мойка теперь там. Да, шахматная. Мойка просто. Шахматная тема. А она из чего? Она такая интересная. Это искусственный камень. Ее прям специально для вас собирали из разных цветов. Смотри, сколько места. Тут раскатать тесто, бисквиты. Мы так благодарны вам. Просто не передать словами. Мне больше всего понравилась кухня. Она потрясающая. Там столько рабочего места, столько пространства. Это фартук из меди, этот пол голубой, как небо. Это вообще восторг. Мне понравилось все. Абсолютно. Плоть до мелких каких-то деталей. Люстра вообще уникальная. И так же и моя кладовочка супер технологичная. Мы вообще мало думали. Все время настраивались, что вдруг что-то не понравится. Но ничего. Можно же там перекрасить что-нибудь или что-то там поделать. Но тут настолько все красиво, что тут вообще ничего не надо переделывать. Вообще. Мы именно тона боялись, что будет тон. Такое, что нам не подойдет. А в самом деле все. В выдержанных тонах. Я еще тут на диванчике сижу, смотрю на кухню. Прям сразу видно возле моечки. Тона тут сидит после работы. Я там готовлю на кухне. И самое главное, что эта дверь она прозрачная. Все видно. И даже вид отсюда на то окно. Как будто бы это вообще в целом общее пространство. Визуально ширяется тоже. Перепланировка она неожиданная. Да, мы не думали, что немножко так прихожую уменьшат, а столовую прибавят. Я вообще не понимала как там что. Где проход в ванну, где проход в кухню, где все. Но на самом деле это наверное самое лучшее решение. Потому что как раз таки этого места и не хватало. Дизайнеры постарались. Молодцы девочки. Прямо угадали. Когда здесь находишься, уже не хочется туда выходить. Да, точно. Другие комнаты? Да. Хочу, чтобы все комнаты были идеальные какие-то. У вас впереди новоселье. Когда оно будет? Скоро. Я скоро. Все ждут. Все в ожидании. У меня тогда есть подсказка. Подготовиться к празднику поможет Marketplace Озон. Там вы найдете аксессуары, дополнительный комплект посуды, свечи, нарядную одежду, что-то новое для встречи гостей. С этим промокодом сможете найти все необходимое по выгодным ценам. К тому же до 4 марта проходит пупер распродажи со скидками до 70%. Я советую вам поторопиться. Спасибо огромное. Арсенчик, ну ты отдавай это родителям, потому что у меня для вас есть отдельный подарок. Это малыши Ози для вас. Держи, Арсенчик, держи. Нази, держи, принцесска. Держи. И вас мы тоже порадовали. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Мы же на той. В следующую субботу в квартирном вопросе. Дурацкий, высокий, неудобный порог. А также легкий на подъем Олег. У меня есть чемоданчик с коллекцией карт со всех мест, где я побывал. И сильная женщина Лена. Каждое утро примерно вот так. Оп, и все, и в ванной. Чтобы устранить препятствия на пути героев, мы поднимем пол во всей квартире. Наконец-то здесь нет порожка. Заменим все двери. Двери в сад, в рай. В ванной комнате организуем постирочную. Выключайте, мы сейчас затопим всех. Стол на кухне приведем в движение. Бречи какие-то. Да, да, да. А контрольные испытания нового интерьера доверим Лизе, героине одной из прошлых программ. Возможности ограничиваем пространство, в котором мы находимся.